Всем привет, с вами Андрей и сегодня я вам расскажу про Тесла, которая закрывает свой первый европейский завод. Lucid Air первый в мире автомобиль с поддержкой Dolby Atmos. Французский БТР с Кариби может двигаться боком как краб. Полицейский дрон научили ломать стекло. И напоследок одно интересное творение стартапа, который выпустил велосипедное колесо по технологии NASA для марсоходов. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Обязательно жми подписаться на канал. Всем приятного просмотра. Поехали! На предприятии в голландском Тилбурге дорабатывают Model S и Model X, чтобы они соответствовали европейским стандартам. Но после рестайлинга необходимость в этом отпадает. Компания Tesla закрывает этот небольшой завод, который считается первым в Европе, где начали собирать электромобили Tesla. Там делают это с 2015 года. Причем на открытие этого завода побывал сам Илон Маск. Это не завод полного цикла, а скорее автосборочное предприятие, где есть свой исследовательский центр и полигон для испытаний. В Тилбурге собирали привезенные из США Model S и Model X. В Голландии их приводили в соответствие с европейскими стандартами. Например, снабжали необходимым световым оборудованием. Теперь после доработок со стороны Tesla нужда в дополнительной сборке отпала. Ожидается, что уже в ноябре в Голландию доставят рестайлинговый Model S и Model X. И это значит, что завод должен прекратить работу до этого времени. На предприятии работают около 500 человек, и только пятая часть из них занимается непосредственно сборкой электромобилей. В Tesla говорят, что постараются найти этим людям другую работу. Хотя о полном закрытии предприятия речи пока в любом случае не идет. Возможно, его перепрофилируют на выпуск какой-то другой продукции. Вероятно, его переоборудуют под исследования. Впрочем, у той же Tesla есть завод в голландской провинции Брабанд. Там находится цех, в котором автомобили красят. А также склад и так называемый центр восстановления, где старые ИБУ детали восстанавливают до состояния новых. Всего у Tesla 11 предприятий в Голландии. Представленный в сентябре прошлого года электромобиль Lucid Air станет первым в мире авто с поддержкой технологии улучшения звучания Dolby Atmos. На данный момент она применяется в кинотеатрах, звукозаписывающих студиях, мобильных устройствах, но до автомобилей дело еще пока не доходило. В Lucid Motors говорят, что Dolby Atmos не только улучшит звучание музыки в авто, но и будет активно использоваться в системах безопасности, предупреждениях, уведомлениях, голосовых инструкциях умного помощника или навигационной системы. Lucid Air представлен в США в четырех версиях, ценой от 70 до 162 тысяч долларов. Изначально предполагалось, что массовое производство Lucid Air стартует весной этого года, однако позже его перенесли на вторую половину. Французская компания Arcus опубликовала новую информацию о своей последней разработке. Легком бронеавтомобиле с Кериби на русском звучит как Скоробей, который предназначен для разведывательных подразделений. Одна из его фишек – это возможность передвигаться по диагонали, подобно Крабу, после блокировки передней и задней оси. У него совсем небольшой радиус разворота, всего 11 метров. Вес Скоробей – 8 тонн, компоновка колес 4х4, экипаж – 1 человек, плюс 3 пассажира. Он может преодолевать 60-градусный уклон, ров глубиной до 80 сантиметров и брод глубиной около метра. Скоробей – это первый гибридный военный автомобиль с электроприводом. Он оснащен двигателем V6 мощностью 300 лошадиных сил и 70-киловаттным электромотором. Компания Brink представила серийный полицейский дрон для осмотра зданий и переговоров. Главная его особенность заключается в том, что он может самостоятельно разбить окно, которое помешает ему влететь внутрь помещения. Малые дроны в основном используются обычными людьми, но военные и полиция также проявляют к ним интерес. В основном их используют для наблюдения за ситуацией с воздуха. Также малые дроны предлагают использовать и для активной работы вместо самих бойцов, чтобы не подвергать их опасности. Для этого дроны уже оснащают лазерами и электрошокерами. Но даже если у дрона есть летательное или нелетательное оружие, или хотя бы средства для переговоров с подозреваемыми, в случае если они укрылись в здании, долететь для них бывает трудно. Американская компания Brink представила для таких операций квадрокоптер, в котором предусмотрены решения проблем, возникающих при поиске подозреваемых внутри помещений. У него есть рамы из углеродного волокна, мощные роторы с винтами, а также алгоритм управления полетом, позволяющий дроном толкать двери и пролетать через дверные проемы, если, конечно, дверь не закрыта на замок или не заблокирована другим способом. Также он оснащен мощным приемопередатчиком. Разработчики утверждают, что при работе в здании он способен поддерживать связь с оператором через два стандартных дома. Имеются в виду загородные частные дома, а при прямой видимости на расстоянии 13 километров. В дроне есть подвесная система для полезной нагрузки. Компания предусмотрела несколько типов полезной нагрузки для разных задач. Он может нести на себе камеру, фонарь и сбрасываемую полезную нагрузку, в том числе магазин пистолета для бойца или повторитель сигнала для работы в больших бетонных зданиях. Самый необычный модуль, который можно повесить на дрон, это устройство для разбивания стеклянных окон. Оно выполнено в виде блока, который может вращаться со скоростью до 30 тысяч оборотов в минуту, а также оснащен наконечниками, выполненными из карбида вольфрама, крайне твердого материала. При контакте со стеклом наконечник ломает его, и дрон получает возможность залететь внутрь помещения. Компания показала, что в некоторых случаях дрон после этого может упасть на верхнюю часть. Но для таких случаев у него есть режим переворота, при котором пары винтов создают противоположную тягу, благодаря чему дрон переворачивается. У дрона также есть режим переговоров. Он включает связь с оператором, воспроизводит его речь благодаря динамикам и записывает ответы людей через микрофон. Одновременно с этим дрон может передавать на пульт оператора видео с камеры. Стартап Smart начал краудфандинговую кампанию для продвижения велосипедного колеса, сделанного по технологиям NASA для марсоходов. Оно не требует подкачки и не может пробиться. Для изготовления колес применяют проволоку из сплава под названием Nitinol, обладающим эффектом памяти. Сплетенный определенным образом, материал может выполнять амортизирующие функции при наезде на препятствие и выравниваться при езде по ровному асфальту. Колесо не боится проколов. Smart разрабатывал это колесо больше 12 лет. За это время было инвестировано более 10 миллионов долларов. Представители стартапа говорят, что продукт вышел в партнерстве The Smart Tire Company и NASA Glenn Research Center. Изначальным разработчикам технологии представлены около трех лет назад. Ее используют для постройки марсоходов. Но такие шины можно вполне использовать в земных условиях, на автомобилях или велосипедах. Огромное спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк, а также напишите не менее мощный комментарий внизу. Только совместными усилиями, друзья, мы сможем продвинуть такой полезный контент на более широкую аудиторию, а соответственно и изменить мир к лучшему. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик и советовать этот канал друзьям. Также, друзья, кто не в курсе, у нас теперь есть свой ТикТок. По ссылке в описании вы можете пройти и подписаться на наш аккаунт. Также не забывайте подписываться на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете под видео. Но на этом я буду прощаться с вами. Огромное спасибо, что вы с нами. Отличного вам настроения. До встречи в новом выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok